Здравствуйте, дорогие телезрители! Я вас приветствую на канале PITV100, где я провожу обзор различных фильмов, как новинок кинематографа, так и фильмов, вышедших достаточно давно. Сегодня я хочу вам рассказать, поделиться своим мнением о фильме, который называется «Замёрзшие», вышедшем в 2010 году на экраны, американского режиссёра Адама Грина. Главных ролях были, я прочитаю, это Эмма Белл, Шон Эшмор и Кевин Зеггерс, американские актёры. Фильм состоит в одном ряду с такими известными фильмами, обзоры которых, кстати, я делал, вы можете найти у меня на канале эти, рассказы об этих фильмах и моё мнение, как «247 градусов по Ференгейту», известный фильм, «Дрейф», не менее известный американский фильм, с большим достаточным бюджетом, вышел в своё время. Вот, вот этот фильм из этой же оперы, очень коротко, в чём суть сюжета. Там показывают трое друзей, двое молодых парней и девушку, очень симпатичная блондинка, которая путешествует, это Америка, скорее всего, это какие-то горные штаты, возможно, Юта. Вот, они ведут активный отдых, сноуборд, лыжи посещают, кафе, бары, там встречают тоже своих товарищей молодых, какие-то у них общие интересы, обмен телефонами, шутки, юмор, анекдоты, можно так их реализовать, образ жизни, которым они живут. В чём недостаток? Недостаток в том, что у них существует нехватка денег, небольшая, нет у них спонсоров. И они берут для того, чтобы отдыхать, им хочется кататься на каких-то подъёмниках, предположим, в данном случае, каких-то других вещах. Договариваются, в общем, с смотрителем, за небольшие деньги, через свою вот эту красавицу блондинку, договариваются за 100 долларов, чтобы он разрешил им подняться на этом подъёмнике, и потом они там катаются, спускаются там. Вот. И так получается, конечно, в фильме немножко это натянуто, немножко загручено, что они оказываются одни, втроём, в ночи, на середине, скажем так, этого пути, пути этого подъёмника, в этих горах и подъёмник отключают. Отключают, значит, вот эта канатная дорога, вы можете себе представить, высота там, ну, я не знаю, сколько, примерно, скажем так, там по фильму выше, а не выше деревьев, ну, наверное, выше пятиэтажного дома, ну, где-то метров 20, может, 25, может быть, больше ещё. Вот. Они заперты на этом подъёмнике, сидят втроём, вот, на такой, грубо говоря, сиденье металлическом, вот оно привязано к этой канатной дороге, и температура за бортом, как говорят в таких ситуациях, ориентировочно минус 40. Здесь есть ещё один такой момент, так как я тоже бывал в горах, могу поделиться с вами. Здесь важный момент является то, что в горах, чем вы выше поднимаетесь, тем ниже температура, и как пишут в справочниках, насколько я помню, что температура понижается на каждые 100 метров на 0,6 градусов, грубо говоря, от 0,5 до 0,8, ну, 0,6 в среднем, да. То есть вы можете предположить, что там на высоте, там, тысяча метров, две тысячи гораздо холоднее, чем у подножия, гораздо холоднее. Здесь ещё такой момент зависит от давления, которое в целом, вот, и, ну, и ещё от ряда факторов. Ну, надо сказать, что по фильму, по фильму, получается так, что они очень замёрзли, и делают какие-то попытки для того, чтобы высвободиться, скажем так, из этого ситуации, из этого плена, в который они попались. И самая простая и глупая попытка заключалась в том, что один из вот этих товарищей говорит, ну, я прыгну, прыгну в снег, я так уже когда-то там делал, и попытаюсь вас там дойти, спасти. Он прыгнет, ломает ноги, и его съедает. Вот, ну, волки там какие-то, в общем-то, оказались. Ну, может быть, действительно там ноги, мы не знаем. Днём вроде бы там все катались, не было волков, но потом оказались, это нормально. Вот. Потом, значит, что происходит? Потом они понимают, что эта попытка неудачная. Так прыгнуть можно сломать ноги, действительно, высоко. До этого они не знали, видимо, этого. Один из товарищей делает попытку дойти до столба по канатной этой дороге, на руках он делает попытку дойти до столба, столб опоры, и спуститься по лестнице металлической, приваренной к этому металлическому столбу. Ну, у него получается, но в итоге, в общем-то, тоже там, по всей видимости, волки нападают его, съедают. Он пока полз по этой канатной дороге, всё, ну, руки рассарапал. Остается одна барышня, она уже в безнадёжном состоянии, находясь, в общем-то, пытается тоже слезть, но вариантов у них нет. Там такое ощущение, что вот они находятся на тумбочке, очень высокой, и вот надо с неё как-то слезть в любом случае. Причём почему-то вот в этом фильме не показано, что они плетут какие-то канаты, предположим, делают из чего-то из одежды, чтобы уменьшить вот это расстояние. Вот ноль как-то у них, всё вот в этом плане ноль просто. Вот, ну, вот так получилось, что ей повезло, когда она начала слазить, вот эта, вот эта, в общем-то, качель, она отвалилась, и она практически возле земли оказалась. Потом она поползла-поползла, и её спасли. Повезло ей. Ну, кому-то одному должно было повезти, так по фильму обычно всегда и бывает. Но в реальной жизни, конечно, в виде новых так маловероятно, чтобы было. Вывод. Конечно, в этом фильме очень много фантастики. В отличие от фильма, предположим, который я упомянул, Дрейф, там, или 247 градусов по Фаренгейту, подобный фильм. То есть там в большей степени реальности показано. Вполне вероятно, что вот вы зайдёте куда-то, что-то, палка какая-то упала, дверь закрылась. Вот, что вам делать в этом помещении, непонятно. А здесь как-то, ну, да, отключили подъёмник. Вот сразу же в первые часы или там в середине ночи один из этих молодых людей, он делает такую попытку освободиться, прыгает, ломает ноги, как я вам сказал. А смысла это делать было? Смысла не было. Он бы вполне мог дождаться дня. Даже девушка, которая, так сказать, в большей степени хуже переносит температурные колебания какие-то, легко дождалась дня, легко пережила эту ночь. Даже если пусть там, как мы предположили, температура была 40 градусов, ну, за 50 я не говорю, ну, 40 градусов. Плюс ещё по фильму такой момент показывает. Но это, наверное, тоже для американского обывателя, они не понимают вот этих, не различают, может быть, таких вещей. Там показано, что идёт снег. А если идут осадки, мы с вами прекрасно знаем, что тогда теплее становится. И в момент самих осадков, и после них. Поэтому выход у них был один, в общем-то. Надо было либо ждать, раз уж попали на такую высоту, либо делать что-то надёжное, крепкое. К тому же у них под руками были лыжи, у них были палки, у них была плотная одежда. Они вполне бы могли сделать какую-то верёвку метров на 10, на мой взгляд. Из того, что вот у них было, ну, я так видел у них, я говорю, лыжи были, это уже метра четыре. Палки – это ещё два метра. Вот, то есть, ну, они-то всё благополучно посеяли. Вот такой вот неблагополучный финал, как говорится, в «Криминальных хрониках». Говорят так, два трупа и один инвалид, по-моему, так вот. И, в общем-то, вот такой молодёжный фильм. Конечно, он характеризуется как драма. Пишите свои комментарии, оставляйте об этом фильме. Может быть, у вас какое-то другое мнение на этот счёт. Очень интересно было бы вас послушать. На этом с вами, пожалуй, прощаюсь. Смотрите мои другие обзоры, подписывайтесь на канал, оставляйте, как я сказал, ваши комментарии. До новых встреч!